Всех по порядку. Штирлиц хорошо знал Шаленберга и все точно рассчитал. Но он никак не думал, что дело Рунге возникнет снова и в нужном ему аспекте именно сегодня, после этого совещания. Штирлиц, я прошу вас остаться. Принесите, пожалуйста, кофе. Вот что я вам скажу, Штирлиц. Сейчас, видимо, технический прогресс будет определять будущее истории. Особенно теперь, когда ученые вот-вот должны проникнуть в тайны атомного ядра. Не думается, что и на Западе, и на Востоке это уже поняли ученые, но до этого еще, к сожалению, не дотащились политики. Кстати, мы с вами будем свидетелями деградации профессии политика. В том ее значении, в котором мы к ней привыкли за последние 19 веков истории. И вот понять изначальные мотивы людей, вышедших на передовые рубежи науки, понять, что ими движет, это задача не столько ближайшего будущего, сколько дальняя, серьезная, перспективная задача. Кстати, как фамилия этого ученого-физика? Штирлиц понял, что это проверка. Шелленберг хотел установить, понял ли Дока Штирлиц, откуда идет этот монолог, кто ему подбросил в свое время идею. Рунге. Рунге? Рунге. И вот по поводу этого рунге у меня к вам есть несколько интересных дел. Так он вышел на дело Рунге. Так он сделал все от него зависящее, чтобы сломать реальную возможность немцев подойти вплотную к созданию атомной бомбы уже в 1944 году. Впрочем, впоследствии, после многих дней, проведенных вместе с Рунге, он убедился, что сама судьба мешала Германии получить новое оружие. Гитлер после Сталинградского сражения отказывался финансировать научные исследования в области обороны, если ученые не обещали ему реальной практической отдачи через три, максимум шесть месяцев. Шла склока мелких честолюбий. Гениальные немецкие физики были таким образом вне поля зрения руководства. Тем более, что ни один из фюреров Германии не имел даже высшего институтского образования, исключая Шпейера и Шахта. Обо всем этом Штирлиц сообщил Москву и плюс к тому внес свою лепту в разжигание вражды между сторонниками и противниками Рунге. Все, что шло в обряд врагу, автоматически оборачивалось на пользу своим. Теперь ему надо было выиграть следующий этап сражения. Он должен был доказать свою правоту в этом деле. Он продумал свою позицию. У него сильная позиция. Дружище, доложите вашему шефу мои извинения. Я обещал быть в 9, а возвратился только в 9.12. Какие будут указания? Он меня сразу примет или мне можно полчаса поспать? Я сейчас узнаю. На ваше усмотрение. Шеф готов принять вас сейчас, но можно перенести разговор и на вечер. Он хочет выяснить, куда я пойду, понял Штирлиц. Не надо оттягивать. Все равно партия будет решена за час. От силы два. Как вы мне посоветуете, так я и поступлю. Я боюсь, вечером он уйдет к начальству, и я его буду ждать до утра. Логично? Логично. Значит, сейчас. Пожалуйста. Хай, гиддер. Доброе утро. Я, честно говоря, не ждал вас так рано. А я боялся получить взбучку за опоздание. Все вы боитесь получить взбучку от старика Мюллера. А я хоть раз в жизни кому-нибудь давал взбучку, а? Я старый добрый человек, по которому распускаю псылуки. Ваш красавец-шеф злее меня в тысячу раз. Просто он научился в своих университетах улыбаться и говорить по-французски. А я вот до сих пор не знаю, как полагается, резать яблоко или его надо есть, как едят у меня дома, целиком. Вот. С косточкой. Хе-хе. Пошли. Я вам сюрприз приготовил. Прошу. Мы скоро, видимо, вернемся. Я еще не вызвал машину. Да мы никуда не едем. Говорит Шорец. Вперед. 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 Стоять. Пошел. Лицо этого человека было изуродовано до крайности. Но Штирлиц узнал его. Это был шофер Бормана. Неудобно идти без подарка. Лицо. Абх, тх. Вперед. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...